Друзья, всем привет! Сегодня поговорим с вами о переходах и анимации, о том, как этот инструмент поможет вам сделать презентацию намного лучше, выйти на новый уровень и вообще понять, как сделать ее такого супер вау-эффект, создать на ней не только благодаря вашему уникальному там интересному контенту, но и благодаря таким простым инструментам перехода и анимации. К сожалению, многие их недооценивают, их пропускают, либо забивают на них, но они очень эффективны в определенных ситуациях. Начнем, пожалуй, с трансформации. Я вам покажу в примере двух слайдов, как это вообще работает, зачем он нужен. Если у вас одна из последних версий Microsoft Office, PowerPoint, то у вас должен быть такой эффект, как трансформация, переход. То есть, как он работает? Включается здесь, включается здесь. И что мы можем делать? Теперь все элементы, которые мы будем оставлять на одном слайде, и эти же элементы на другом слайде, только в другом положении, они будут меняться. Ну, то есть, объяснение так себе, но в целом приведу такой пример, то есть, как с квадратиком. На слайде номер 2 мы разместили квадрат маленького размера, на слайде номер 3 разместили квадрат такой же самый, большего размера и в другом месте. И что у нас происходит? Наш квадратик переходит из точки второго слайда в точку третьего слайда, плавно растягиваясь. То есть, вы не задаете ему ни время, ни таймера, ни скорость растягивания, он сам определяет, как ему удобнее. То есть, все элементы здесь меняются самостоятельно. В чем плюс? В том, что вы можете использовать этот эффект на абсолютно любые элементы. Это может быть также текст. Допустим, привет напишем. Например, оставим его где-то здесь, делаем чуть побольше, да? Где-то здесь сбоку. Тот же самый привет напишем, вставим сюда и изменим его расположение. Допустим, сделаем эффект такой вылета. И он одновременно с нашим квадратиком вылетает. То есть, таким образом вы можете создавать невероятные просто эффекты, усиливать вашу презентацию с точки зрения визуала, очень сильно усиливать. При этом вы не тратите на это много усилий. Вы можете сделать даже такие эффекты. Допустим, взять вот такой прямоугольничек. Так, интересно, что сейчас будет? Ага. То есть, он, видите, я поменял этот прямоугольник, изменил квадратик на прямоугольник, он все равно остался этим квадратиком. Вы можете создать, например, на фоне создать разные элементы, поставить какие-то иконки, какие-то картиночки, текст и так далее. И вы при нажатии, он будет пролетать просто мимо. Так же это очень легко создается. Вы можете, например, ну, сейчас пришла идея много полосочек создать. И каждый раз, когда ваш слайд будет перекликаться, эти полосочки будут ездить вверх-вниз, вот так, вверх-вниз. Так же будет очень крутой эффект, как вариант. И можно с этим играться абсолютно бесконечно, когда, допустим, нужно очень удобно с этим инструментом делать ролики. Чуть больше расскажу об этом, как вообще создавать такие в PowerPoint. Можно ролики с инфографикой при помощи вот такой эффекта трансформации, перехода. Но есть и минус, то, что если вам нужно презентацию использовать где-то еще, и она должна быть PPTX, то, скорее всего, на другом компьютере не будет этого перехода, и у вас не будет всех этих прекрасных анимаций. То есть, так же самое, если вы выгрузите в PDF, у вас не будет этого эффекта, вообще не будет никаких эффектов, только будут слайды. То есть, единственный вариант, это использовать его для видеозаписи, либо использовать, допустим, на своем же компьютере, на своем PowerPoint. То есть, вы берете свою презентацию, PPTX включаете в том месте, где вам необходимо показать. Но учитывайте то, что они поглощают много оперативы, не знаю, как это сказать, и на некоторых компьютерах она может очень сильно тупить, прогружаться. То есть, у меня была такая ситуация, когда я сделал очень много трансформаций, тогда все красиво летало, но на компьютере, в котором запускалось, просто это все стопорилось, и ничего не происходило. То есть, абсолютно сыграло мне, не в мою пользу этот эффект, но он очень эффективен в некоторых ситуациях, можно его использовать. Поговорим также еще о другом переходе, есть отличный, это называется сдвиг. То есть, остальные я не советую вам использовать, можно в каких-то ситуациях найти, но они очень странные все, никогда я ими не пользовался. Единственное, чем пользовался, это сдвигом. Можно сделать сдвиг право-влево, но в чем гениальность сдвига сверху-вниз? В том, что вы можете, как вариант, использовать такую фишку вашей презентации, вашу презентацию сделать более бесконечной. То есть, допустим, у вас идет какой-то сторилайн, например, это будет какой-то временной отрезок, допустим. Вот сюда он идет, да, например, потом как-то сюда, вот здесь он заходит вбок, то есть вот тут у нас сюда. И, например, после этого, да, после вот здесь, после этого конца нужно еще продолжать наш сторилайн, как вариант. И у вас входит сайт вниз, вы используете эффект сдвига, копируете последний ваш ползунок, и у вас переходит ваша змейка, так называемая, сюда, как вариант. Вот, и у вас уже есть переход такой самый, то есть он прошлую информацию на прошлом сайде дублирует, и одновременно делает сдвиг. То есть видно визуально то, как пролистывается ваш слайд, и это можно использовать и на руку, можно также использовать какие-то другие элементы добавить, можно добавить в углу что-то, что будет перелисываться. Можно сделать длинную картинку, взять, разделить ее на две части, и, допустим, на одном слайде будет верхняя часть картинки, на другом – вторая. И у вас будет так пролистываться, и будет создаться эффект, будет вся целая картинка из двух слайдов. Также можно сделать вообще, и вообще, всю презентацию на этом построить эффекте, и это будет очень интересно смотреться. Можно также использовать, естественно, сдвиг вправо-влево, да, наплыв, по-моему, это называется Нет, это не то немножко Но тут где-то есть, не буду сейчас вникать Но, в принципе, вам хватит сдвига вниз, вот обычного, стандартного Для того, чтобы создать такой эффект Вы очень хороший, поэтому можете использовать Это придаст вашей анимации, придаст вашей презентации абсолютно новый контур и антураж Если так можно сказать Дальше хочу показать вам такую штуку Вообще, как можно круто использовать анимации И, в принципе, насколько можно улучшить вашу презентацию благодаренному Рассмотрим в данном случае анимацию движения линии Сейчас покажу, где она находится Вот, допустим, есть у нас такой пример Вот такая бутылка папочка Это можно использовать в презентации, допустим, если у вас есть там 4 слайда И это офигенный эффект Посмотрите, как он работает Я просто нажимаю, кликаю мышкой по презентации И выдвигается первая папочка, будто бы первая папочка Здесь какая-то диаграммка, информация Нажимаю второй раз, еще вторая папочка Здесь тоже какая-то информация, может быть ваш текст, может быть что угодно Третий раз нажимаю, еще одна папочка выдвигается, еще какой-то контент И четвертый раз выдвигаю И еще, допустим, тут спасибо, thank you for attention, допустим, можно написать И таким образом можно сделать быструю, короткую и просто невероятно эффективную презентацию Таким простым способом Как это делается? Думаю, многие из вас уже догадались, что сам блок этой папочки Это обычный прямоугольник Соединен, естественно, здесь прямоугольник с закругленными углами То есть, да, вот у него углы закругленные в этой части Здесь в этой части он обрезан просто Здесь, естественно, буква какая-то, можно цифру использовать Естественно, используйте хорошую цветовую гамму Подберите заранее, как мы уже обсуждали этот опрос Подберите хорошую цветовую гамму, чтобы осмотрелось, ну Ну, тут мягкие цвета, да, можно что-то поярче использовать, да Но что-то поярче, будьте аккуратны с тенями, тени могут по-другому лечь Тени использовать советую только Так, сейчас посмотрим, что тут затемнется Я уже не помню, давно это делал Отличная просто идея, да И как-то ее Так В любом случае здесь установлены центральные тени В этом я уверен Так, а здесь почему-то Странно Не отображается у меня тень, которая здесь стоит Сейчас посмотрим, да Странно, наверное, из-за того, что слайд скопировал, не отображается Но в любом случае здесь, могу здесь показать Здесь стоит центральная тень Ага, фигуры Нет, странно, почему-то все равно Но в любом случае здесь используется обычная такая стартная тень И выкручено размытие Прошла дальше, если об этом еще поговорим, поговорим о том Как работать с тенями И как вообще их эффективно тоже использовать Используется просто сюда, поверх, накладывается какой-то текст Ваш контент Поверх этого прямоугольника все группируется И что делается дальше Дальше все очень просто Заходим в анимации Рассмотрим У нас есть область анимации Тут подключена анимация Что это такое? Это анимация пути Называется То есть просто линия Как мы это делаем? Покажу на более простом примере, чтобы было понятно Вы, естественно, допустим, уже отрисовали такой прямоугольник Сгруппировали его Представим, что это уже он Тут уже все с тенями, все красиво Какой эффект вы применяете? Вы просто берете анимацию пути Линия Так И он почему-то решил активироваться Вот красный ползунок Красная точка Это то, где он будет находиться после клика Зеленая точка, где он стоит изначально То есть вот так вот, например То есть да, мы можем Давайте лучше создадим новый слайд Пустой слайд Отсюда возьмем наш блок Чтобы можно сразу продемонстрировать Это работает И вот у нас наш блок Мы ему сделали анимацию Вот он так двигается Как это все можно улучшить, изменить? Во-первых, можно сделать ему плавно начало Плавное качание, как он стоит изначально Если вы хотите, чтобы он плавно двигался Не просто так, допустим, ровно Он, если видите, то он плавно начинает И ускоряется, и устанавливается То есть тоже довольно-таки прикольный эффект Также рекомендую поставить одну секунду Все-таки вам нужно, если у вас короткая презентация Что-то быстро все проходило, не было медленно То есть две секунды это долго довольно-таки Одна секунда нормально Также вы можете выставить начало, допустим, чтобы первый слайд Попадал вместе с предыдущим То есть у вас как только прожимается Прожимается, как только вы открываете слайд У вас сразу же выдвигается прямоугольничек Вы можете настроить такой эффект Повтор вам не нужен В данном случае В принципе все Триггеры здесь ничего не надо трогать Анимация текста тоже не нужна Естественно, можно Свойство в привязке объекта Тоже ничего вам этого не нужно По сути, просто уже не единственная линия Главное поставить все ровно Чтобы красный кружочек был в том месте, где вам необходимо То есть, естественно, если вы сделаете такую папочку Учитывайте то, что буква А должна находиться где-то на краю То есть, естественно, мы не забываем про разметку То есть, тут какая-то должна быть пробел расстояния между ними Естественно, тут тоже должно быть расстояние пространства Потому что этот слайд, получается, уменьшается И вот таким способом вы можете эффективно использовать инструмент анимации линий Как вариант Можно еще много чего придумать с анимациями линий Покажу, возможно, в будущем другие примеры Но пока это все, что... Это то, та вещь, благодаря которой вы можете существенно улучшить вашу презентацию То есть, благодаря линиям вы можете добавить новые блоки Вы можете по щелчку делать так, чтобы из-за заграниц презентации слайда У вас вываливались новые блоки текста И это все вы контролируете То есть, допустим, трансформацию вы не можете контролировать Трансформацию вы можете поставить по бокам разные блоки текста И они просто поначалу слайда у вас выпадут А здесь, в данном случае, вы можете контролировать То есть, естественно, это сложнее делается То есть, вам нужно настроить анимацию для каждого блока Но вы сможете делать это по щелчку Где-то это быстро, где-то это вместе с предыдущими настроить Где-то плавное окончание, плавный конец и так далее То есть, вы можете, как музыкант играть на своем инструменте То есть, в данном случае, на этом слайде Пожалуй, на этом все Спасибо за внимание Пишите в комментарии ваши предложения И идеи для новых роликов Всем пока!